Добрый день, коллеги. Мы начинаем наш очередной клинический разбор. Я прошу занять место в президиуме все, кого там таблички стоят. Прошу вас. Мы сегодня разберем случай довольно трагический, но, к сожалению, не очень редкий в нашей практике. Речь идет о 15-летней девочке. Я прошу Ирину Авенировну начать наш разбор, где у нас зам главного врача ПАКЭК детской поликлиники номер 10. Пожалуйста, Ирина Авенировна. Уважаемый председатель президиума, уважаемые члены президиума и уважаемые коллеги, Вашему вниманию предоставляют... Ирина Авенировна, простите, я вас перебью. А вот герб, это что означает? Юго-западный округ. Понятно, извините. Вашему вниманию предоставляется история девушки, пациентки 2001 года рождения. Дата рождения 3 февраля 2001 год. Ученица 9 класса, инвалидности не имеет, поступила под наблюдение нашей поликлиники 10 детской в августе 2004 года, в возрасте 3,5 лет. Девочка родилась и находилась в Мексике с 2001 года по 2004, а также с 2010 по февраль 2013 года. Профилактические прививки проведены в соответствии с национальным календарем. То есть, как я понял, вот мне Игорь Ефимович сказал, что у нее мать мексиканка, так я понял, да? Совершенно верно. Мама испаноговорящая, мексиканка по-русски не говорит. Из-за анамнеза известно, что перенесенные заболевания это как минимум 2 раза в год ОРВИ, острый тензилит, нарушение осанки, вторичная аминорея, диффузные изменения щитовидной железы, S-образный грудопоясничный левосторонний сколиоз, хронический гастрит, гастрододенит, вторичная панкреатопатия, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, травм и операции не отмечалось. Девушка состояла на диспансерном учете у врача-гастроэнтеролога, врача-ортопеда. Ирина Анатольевна, извините, я вас перебью. Верните, пожалуйста. Вот когда вы говорите о вторичной аминореи, об диффузных изменениях щитовидной железы, все это возникло на фоне ее основного заболевания, то есть это не то, с чем вы ее получили как бы вот с самого начала, это не в состоянии ее, она с самого начала уже была вот с такими заболеваниями на фоне основного ее недуга. Леонид Михайлович, не совсем так. Дело в том, что нарушение осанки было действительно у нее до того, как мы получили ее в состоянии заболевания. А заболевания, такие как аминорея, диффузные изменения щитовидной железы, это уже связано были с... На фоне основного ее страдания. Да, конечно. И сколиоз, он стал второй степенью, именно где-то уже в середине заболевания. Был первый. Продолжаем, да? Далее. 24 января 2015 года девочка обратилась на прием к педиатру. Впервые с жалобами на запоры в виде чередований оформленного и неоформленного стула. Ребенок два месяца практически не ест сознательно с целью снижения веса. Вес при осмотре 40 килограмм, рост 160 сантиметров. Индекс массы тела составил 15,6 килограмм на метр в квадрате. Ей 14 лет. 14. Выставлен диагноз функциональное нарушение кишечника, астено-невротическое состояние. Показана консультация гастроэнтеролога и невролога. Осмотр гастроэнтеролога 30 января 2015 года. Рост 160 сантиметров, вес 39 килограмм. Диагноз хронический запор, дискинезия желчевыводящих путей, психогенная анорексия. Рекомендовано УЗИ органов брюшной полости, общий анализ крови, общий анализ мочи, капрограмма. В назначениях диета номер 5, панкреатическая, дюфалак, клизма микролакс или очистительная клизма с раствором гипертоническим при отсутствии самостоятельного стула более двух суток, хофитол, элькар, креон, витрум юниор. Наблюдение в динамике и повторная явка через месяц. Консультация невролога. Обязательно. А вы неврологом называете психиатра или это невролога? Невролог поликлинический. Понятно. Осмотр врача-кастрентеролога повторный. Вес 39 килограмм, рост 160 сантиметров. На фоне назначенной терапии улучшение со стороны стула наблюдается. Сохраняется снижение аппетита. Диагноз – хронический запор, дискинезия желчеводящих путей, психогенная анорексия, вторичная панкреатопатия. Назначено лечение – диета номер 5, панкреатическая, ферменты, поливитамины, препараты, улучшающие моторику кишечника и еще одна явка через месяц. Данный осмотр производился 11 марта 2015 года. Осмотр врача-невролога 9 апреля 2015 года. Жалоб самостоятельных нет. Артериальное давление 70 на 50 миллиметров ртутного столба. Отмечено, что с декабря 2014 года по март 2015 девочка решила похудеть с 50 килограмм до 39 килограмм. К психиатру не обращались, препараты психиатрические не принимают. Диагноз – синдром вегетативной дистонии по гипотоническому типу. Рекомендована консультация и продолжение лечения у гастроэнтеролога, а также консультация психиатра. Проведена диспансеризация врачами-специалистами 9 апреля 2015 года. Офтальмолог – здорово. Невролог – вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. Эндокринолог – дефицит веса, вторичная аминорея. Гинеколог – олигаминорея. Проведено УЗИ органов малого таза, гипоплазия, эндометрия по результатам. Отоларинголог – здорово. Кардиолог – гемодинамически значимой патологии нет, по данным ЭКГ и эхокардиографии. Проведены исследования в рамках диспансеризации. 9 апреля – общий анализ крови, общий анализ мочи без патологии. УЗИ брюшной полости отмечают паренхему, неоднородную и увеличение размеров поджелудочной железы. Заключение – вторичные изменения поджелудочной железы, косвенные признаки гастродонита. УЗИ щитовидной железы – уменьшение суммарного объема щитовидной железы. Эхокардиография – пролапс метрального клапана 0,1 степени с минимальной регургитацией и регургитация на трикоспедальном клапане 1,2 степени. Проведены исследования в виде половых гормонов. На экране представлены поликулостимулирующий гормон, лютеринизирующий гормон, пролактин, дегидроэпиандростерон, сульфат и тестостерон. Все показатели соответствуют нормальным. Заключение по диспансеризации. Дефицит веса. Рост 158 см. Вес 37 кг. Индекс массы тела составил 15 кг на метр в квадрате. Вторичная олигоменорея. Синдром вегетативной дистонии по гипотоническому типу. Пролапс метрального клапана с минимальной регургитацией. Пролапс трикоспедального с минимальной регургитацией. Гастрододонит. Наблюдение у врачей и специалистов. Психиатра, эндокринолога, гастроэнтеролога, гинеколога. Ребенок с апреля 2015 года по май 2015 года наблюдался у психиатра частным образом. Который направил пациента на стационарное лечение в Морозовскую детскую клиническую больницу. Далее она была переведена в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Это 2015 год. Стационарное лечение в научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков. Девушка находилась с 14 мая 2015 по 27 июля 2015 года по поводу анорексии. Код заболевания F50.0. Рекомендовано наблюдение у врача-психиатра по месту жительства. Продолжить обучение по программе средней общеобразовательной школы. Индивидуальная, семейная, групповая психотерапия по месту жительства. Прием поддерживающей терапии, а именно алимимозин, фловоксамин, рисперидон, дюфалак, инозин, фолиевая кислота. Контроль клинического анализа крови, биохимии крови, ЭКГ, эхокардиографии. Контроль приема пищи. Наблюдение гинеколога по месту жительства, консультация кардиолога, гастроэнтеролога по месту жительства. Ограничение физических нагрузок 5-6 месяцев. Госпитализация в стационар при ухудшении состояния. После выписки из научно-практического центра психического здоровья детей и подростков, девушка находилась под наблюдением психиатра на коммерческой основе. Как было указано пациентам, в связи с отсутствием желания наблюдения в государственном учреждении и возможной стигматизации. Динамическое наблюдение у врачей-специалистов. С 2015 по 2016 год регулярно наблюдалось гинекологом. Диагноз сохраняет вторичную аминорею. После приема курса терапии цикл был восстановлен. Эндокринологом по поводу диффузного увеличения щитовидной железы принимала препараты иодиткалия. И отмечалась психогенная анорексия на приеме у эндокринолога также. Гастроэнтеролог, гастрододенит, психогенная анорексия. Динамика веса составила 52 кг к апрелю 2016 года. Ортопед, S-образный грудопоясничный сколиоз второй степени, подтвержденный рентгенологически. 2016 год уже. Проведены исследования 28 апреля, здесь, прошу прощения, ошибка, год 2016, на экране 17. 2016 год. Мы видим, что все параметры, начиная от гликозилированного гемоглобина до биохимических показателей крови, включая общий белок, холестерин, щелочную фосфатазу, глюкозу, кальций общий, кальций ионизированный и фосфор, все соответствуют норме, за исключением фосфора, но незначимое увеличение показателя на 0,37, так же, как у холестерина, 0,02 увеличение показателя. Проведены также исследования гормонального профиля, гормоны щитовидной железы, тиротропный гормон, свободный тироксин, прогестерон, половые гормоны идут, фолликулостимулирующие, лютеинизирующие, тестостерон, пролактин, эстрадиол, инсулин, кортизол. Все соответствуют возрастным и референсным значениям нормы. Осмотр врача-гастроэнтеролога. 12 сентября 2016 год. Появились жалобы на боли в апегастрии, после еды, тошноту, иногда рвоту, снижение веса составило 6 кг за летний период. Вес на период осмотра 46 кг. Индекс массы тела составил 17,9. УЗИ обследования брюшной полости. Заключение. Эхо-признаки вторичных изменений поджелудочной железы. Копрограмма. Растительная клетчатка перевариваемая значительное количество, неперевариваемая умеренно, крахмал немного внутриклеточный. Эзофага гастро-дуаденоскопия. Гастро-доденит. Назначена терапия. Диета 5, панкреатическая. Крион возрастной дозировки. Бускопан. Дюфалак. И повторная явка через месяц. Осмотр врача-гастроэнтеролога 13 октября 2016 года. Вес 46 кг. Динамика незначительная. Стул 2 раза в неделю. Тип 2 оформленный. Тест на хеликопактор. Отрицательный. Диагноз. Хронический гастрит. Гастро-доденит. Психогенная анорексия. Рекомендована консультация психиатра. Осмотр врача-гастроэнтеролога 3 ноября 2016 года. Положительной динамики не отмечено. Рекомендована повторная госпитализация в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков. 10 ноября и 21 ноября 2016 года врачу-гастроэнтерологу, участковой медицинской сестре, не удалось получить информацию от родителей ребенка по поводу госпитализации. Со слов отца выяснено, что ребенок наблюдается у частного психотерапевта. Также известно, что 11 января 2017 года на дом к ребенку был вызван частный психотерапевт, который по 03 направил ребенка в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Вопросы есть, Калиния Авиненовна? Да, пожалуйста, Михаил Борисович. Скажите, пожалуйста, вот то, что психиатра развачивали лечение, она принимала только курсом или постоянно? Вы знаете, я вас поняла, в 2015 году ребенок принимал это лечение, удалось у папы это узнать, и действительно она принимала препараты. Что случилось в 2016 году, косвенно нам удалось от папы узнать, что контакт у ребенка с родителями был очень натянутый. Начиная с сентября 2016 года, когда мама вернулась в Мексику, оставив старенькую бабушку и отца, и брата младшего в семье, у девочки произошло отторжение от папы и очень плохой контакт. Принимал ли ребенок все препараты, трудно сказать, назначенные? Вы знаете, у нас нет данных таких. У нас нет? Нет. Еще вопросы? Вы знаете, возможно, здесь та версия, которую нам предоставила лаборатория биохимическая. Я вас поняла. Но я хочу сказать, что до января 2017 года, до декабря, точнее, 2016, у поликлиники не складывалось впечатление, что здесь идет, надвигается большая катастрофа. Мы понимали так, что если она попадет в психиатрию... Александр Леонидович, только вопросы пока. Да, конечно, Александр Леонидович. Поскольку уж вы сделали ей гастроскопию, то почему вы не выполнили биопсию слизистой волочки тонкой кишки? И почему не сделаны были тесты на... сирологические тесты на целиакию? Спасибо. Вы знаете, проведение гастроскопии, вернее, это исследование проводилось в условиях Морозовской детской клинической больницы. И первый раз у нас был такой короткий эпизод, когда ребенок с болями в животе попал буквально по скорой помощи неотложной хирургии и травматологии в клинику Рышаляля Агнида Михайловича. И там была проведена гастроскопия. Были проведены консультации хирургов на предмет острого живота. Ребенок был отпущен, негоспитализирован в связи с тем, что не подтвердился диагноз острый аппендицит. Поэтому кратковременное было пребывание в условиях стационара. Это первый раз, а второй раз она уже попала, к сожалению, в той стадии, когда мы уже в предметной стадии, 11 января. Скажите, пожалуйста, кто же был основным врачом? Кто отвечал за тактику ведения и координировал деятельность всех специалистов в поликлинике? Основным врачом в данной ситуации, конечно, должен быть педиатр. Но учитывая, что ребенок приходил в динамике наблюдения к гастроэнтерологу, в основном гастроэнтеролог вел вместе с гинекологом борьбу за восстановление функций, которые были нарушены. Еще раз хотел бы уточнить, кто осуществлял основные функции ведущего специалиста? Я думаю, что гастроэнтеролог в данной ситуации. Гастроэнтеролог. Спасибо. Хотя настойчиво требую консультации психиатра, настаивая на этом. Ну, не сложилось. Ну, а вы так и не знаете, где наблюдалась девочка у психиатра? Вы не нашли этого психиатра? К сожалению, нет. Родители не хотят нам показывать и объявлять эту кандидатуру. Частный психотерапевт, которому ребенок очень доверял, как мне было объяснено папой. Было общее понимание. То есть, практически он до момента поступления в шестую больницу, он амбулаторно, психиатра не наблюдался у наших городских, да? Он наблюдался, как мы уже вот сейчас знаем, после сообщения наших коллег из научно-практического центра имени Сухаревой, что ребенок велся диспансерно по той программе, которая должна быть предусмотрена для таких детей с анорексией. Ну, вот смотрите, он после того, как побывал в центре Сухаревой, девочка прибавила, ну, как я понимаю, 12-13 килограмм. Понятно. И после этого мы не знаем, принимала ли он лекарства, девочка принимала ли она лекарства, выписанные психиатром. Понятно. Спасибо.